Территориальный отдел Роспотребнадзора ведет ежегодный мониторинг уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. И, как показала статистика последних недель 2015 года, есть повод для беспокойства. Рост у нас начался где-то на пятой неделе. То есть в конце января, по статистическим данным, которые мы получаем в Центре генопедемиологии, рост заболеваемости уже был на уровне где-то 15-17%. Если в целом взять последнюю неделю, то тоже рост мы прослеживаем уже по сравнению с предыдущей недели на 12%. В целом за две последние недели у нас рост по сравнению с тем же периодом прошлого года на 37%. В прошлом году пик заболеваемости ОРВИ и гриппом пришелся на март-апрель. В этом году более ранний рост числа заболевших санитарные врачи связывают с неустойчивой погодой, резкими перепадами температуры наружного воздуха с морозов на тепло. В связи с увеличением числа заболевших главный санитарный врач по городу Коряжме Борис Анциферов предложил вести комплекс карантинно-ограничительных мероприятий против ОРВИ и гриппа. Предлагаем администрации вести комплекс карантинно-ограничительных мероприятий в соответствии с санитарными правилами о профилактике гриппа. То есть что это значит? Это значит, что уже будет регистрация конкретная тех людей, которые у нас и в детской, и во взрослых поликлиниках с подозрением на ОРВИ. Передача будет в филиал Центра генопедемиологии. Это уже будут смотреть, необходима ли госпитализация данному человеку и исследование материала от заболевших на предмет, что это. Грипп или это же сходное гриппоподобное заболевание, или это еще какие-то респираторные вирусы. При регистрации первых случаев гриппа возможно введение строгих ограничительных мероприятий, а это уже отмена массовых развлекательных мероприятий, приостановление учебного процесса при превышении определенного числа заболевших, разделение потоков больных и здоровых пациентов в лечебных учреждениях. Благо, пока что случаев гриппа в городе не зарегистрировано. Одной из лучших профилактических мер против гриппа является вакцинация. Число привитых растет год от года, что, как отмечают в Роспотребнадзоре, является хорошим показателем. Как следствие, в разы снижается число зарегистрированных случаев гриппа. У нас сегодня по тому количеству вакцин, которая к нам поступила, можно сказать, что привито 29% населения. Это довольно-таки высокий показатель. Если сравнить, допустим, с каким-то там 90-ми годами, или даже, наверное, может быть, началом этого века, то мы в 3-4 раза увеличили количество иммунной прослойки, количество вакцинированных. То есть, можно сказать, больше четверти населения сегодня провакцинировано. Это уже на протяжении высокий процент, вот 27, 28, 29, последних 3-4 лет. Поэтому мы считаем, что и заболеваемость гриппом довольно-таки низкая. Вот по прошлому году, если взять, в целом за год у нас по статистике зарегистрировано 5 всего лишь случаев гриппа. По статистике Роспотребнадзора в предыдущие годы регистрировалось до 70 и больше случаев гриппа ежегодно. Так что вакцинация положительно сказывается на иммунизации населения. Но не стоит пренебрегать и другими профилактическими мерами, в том числе и народными. Но что ни в коем случае не советуют делать врачи, так это заниматься самолечением.